Сегодня стали известны кое-какие подробности громкого автоматного расстрела на улице Завокзальной, черной Ауди А8 с двумя армянскими гражданами на борту. Напомню, сам расстрел случился позавчера в шестом часу пополудни, то есть вот прям посредь бела дня, на глазах почтенной публики, на Завокзальной, возле перекрестка с проспектом Космонавтов. Че такое? Постреляли кого-то? Че себе? Трое в масках на предположительно угнанной двенашке расстреляли Ауди. Та на спущенных калошах по Космонавтов доковыляла до дома на Мамина Сибиряка-2, где попросилась под защиту патрульного экипажа ГАИ. Разбойное нападение сорвалось. Разбойники удрали. В Ауди полицейские отыскали большое количество наличного бабла, по некоторым данным 32 миллиона рублей. И была информация, что у армяне это якобы обнальщики. Так или нет, пока непонятно, ибо сами потерпевшие в полиции не смогли пояснить, откуда у них такое количество нала и вроде как стали врать разные отмазы. А при таких раскладах полицейским очень сложно определить круг лиц, причастных к налету. Эта история сразу же обросла слухами и домыслами. Разные СМИ, опираясь на свои неназванные источники, стали выдавать на гора разные версии. По одной из них этот нал армяне якобы везли в армянскую церковь Святого Карапета. По другой версии стрелки якобы тоже были армяне. Вот, например, наш источник сообщил, что якобы перед расстрелом имело место быть вымогательство этих денег. Ну, в общем, слухи пока оставим в стороне. Дождемся официальных результатов. А вот что удалось выяснить достоверно, так это то, что Ауди А8 принадлежит Сусане Мартиросян. Журналистам Е1 удалось с ней пообщаться, и она рассказала, что в Ауди в момент расстрела на месте смертника находился ее муж Гагик Мартиросян. По ее словам, бизнесмен на Ниве грузоперевозок. За рулем сидел его кузен, который получил легкое касательное ранение в руку, от госпитализации отказался. Ни о происхождении денег, ни о причинах расстрела она ничего не сказала, видимо, не знала. Типа у мужа свои дела, а я занимаюсь с детьми. А еще она заявила, что сейчас у них нет причин опасаться за свои жизни. Очень оптимистичное заявление, но если Сусанна в этом уверена, то и слава богу. Позавчера он ее мужа защитил, наверное, и впредь на его помощь рассчитывают. Ну, а то, что 32 миллиона везли в армянский храм, так это вот прям сверхщедрость. Осталось господам армянам объяснить, от Кель взялось такое суперпожертвование. Субтитры создавал DimaTorzok